Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на финансовые рынки. Думали, что эта неделька будет поспокойнее прошлой, но вчерашняя торговая сессия, даже на фоне отсутствия важных макроэкономических данных, показала, что есть основания для серьезных движений, и мы их увидели воочию. Давайте сначала коснемся, конечно же, российского рынка, рубля и нефтяного актива. Если посмотреть поведение нефти, то можно сейчас констатировать, что Brent у нас продолжает резонировать от последнего заседания ОПЕК, от фактического решения сохранить квоту на прежнем уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Причина? Мы о ней знаем, что нефтяной картель, нефтяной конгломерат будет делать все возможное, чтобы сохранить свою долю на рынке. В принципе, они не скрывали своих основополагающих целей. Пока никто на их долю не претендует, тем более, что с текущими объемами выработки, думаю, что даже никто не сможет конкурировать по такому количеству производства. Если оценить дальнейшие шансы нефтяного картеля по предложению на рынке, я думаю, что ситуация будет, опять же, через математику обрисовывать еще большее производство, поскольку мы прекрасно знаем, что, в принципе, к тотальным объемам и тотальному количеству производства нефти в ближайшее время присоединится еще и Иран. Стратегически фундаментальная причина у нас по-прежнему делать ставку на коррекцию энеретических ресурсов нефти, бренда. И наша цель с вами, кто мне напомнит, на каком уровне бренда? 60 долларов за баррель. Что касается дополнительного новостного фона и дополнительной статистики, хочу сообщить вам о том, что Китай отсчитался по количеству спроса на энергоресурсы, и здесь, к сожалению, негативная динамика, наверное, к сожалению, для тех, кто делает ставку на рост нефтяного актива. Объемы импорта нефти в Китай по итогам последнего года сократились больше, чем на 10%. Поэтому, в целом, возвращаемся к нашей долгосрочной фундаментальной идее, которая позволяет нам оценивать и предложения на рынке, и, соответственно, спрос. Мы с вами продолжаем делать ставку на переизбыток энергоресурсов и на соответствующее отсутствие спроса со стороны мировой экономики. И последние данные по Китаю подтверждают тот факт, что пока Поднебесная не может встать на рельсе уверенного восстановления, это подтверждает статистика, и это еще больше укрепляет наше представление о более коротких целях по нефтяному активу. 60 так и продолжаем держать. Что касается рубля, то поскольку позиционно у нас картина указывает на то, что главный экспортный товар России будет испытывать давление со стороны фундаментальных факторов, такое же давление будет характерно и для российского валюта. Тем более, что в целом по рубью есть еще несколько фундаментальных факторов. Это, во-первых, действия Центрального банка по покупке валюты. Мы помним последний комментарий Набиулины о том, что пока они не собираются сворачивать с этого вектора, покупки продолжаются. И я думаю, что если мы посмотрим на актуальные показатели последних дней по скупке валюты со стороны Центрального банка, то ЦБ продолжает держаться рядом с верхней границей, то есть 200 миллионами долларов. Сейчас кто-то может сказать, что эти объемы несущественны для того, чтобы повлиять на динамику рубля. Но мы говорим с вами про общий фундаментальный фон. И такая, скажем, позиция со стороны ЦБ, она в том числе направлена и на то, чтобы не допустить стремительного укрепления российского актива. Третий фактор, который бьет по позиции курс рубля, это, конечно же, напряженность на юго-востоке Украины. До тех пор, пока мы не получим подтверждение того, что нащупаны основания для снижения этой эскалации напряженности, это геополитические риски, которые повышают премию за риск. Это бьет по позициям российского фондового рынка, по позициям российской экономики и рубля, поскольку ситуация на юго-востоке Украины уже однажды стала причиной серьезных экономических санкций и рестрикций со стороны Запада. И в случае усугубления ситуации, я думаю, что вы все следите за новостями, уже есть основания полагать, что эта негативная санкционная позиция будет только усиливаться, потому что еврозона и США уже не просто, скажем, обсуждают возможность продления финансово-экономических санкций, они обсуждают возможность еще нового витка геополитического давления. И это еще один фактор разгрузки для российской валюты. Плюс ко всему мы с вами ожидаем еще заседание Центрального банка, где, как ожидается, будет снижена еще раз ставка. С 12,5 на фоне последнего ослабления российского актива может быть снижение, кажется, в районе процента полтора, но в любом случае это смягчение монетарной политики, еще один фактор давления. Теперь, что касается поддержки, есть ли она для российского актива. Разумеется, если нефть у нас развернется и снова окажется выше 65, это будет непременно отыграно и рублем позитивным образом для собственной стоимости. Другой фактор. За последние несколько недель мы видели, как рубль у нас, по сути, просел с 50 до локального максимума около 57. Это больше 10%. Конечно же, это много за такой незначительный период времени. Поэтому можно предположить, что для ряда трейдеров такое ослабление может стать причиной абсолютно логичного оправданного желания зафиксировать результаты длинных сделок. Это еще один фактор поддержки для российского актива. Ну и в качестве еще одного момента, которому пока стоит только готовиться, но не стоит сейчас закладывать его в качестве основополагающего критерия для роста. Это налоговый период, который стартанет только через две недели. Но кто-то говорит, что текущее ослабление валюты, именно котировки в районе 55, даже выше 55 против доллара, могут быть использованы российскими экспортерами, которые до этого запасли ликвидности валютные для того, чтобы избавиться от нее сейчас, получить дешевые рубли и подготовиться к налоговому периоду. Но пока этот фактор поддержки, мне кажется, немного натянутым. Давайте все-таки говорить по факту, как только налоговый период придет, тогда и будем его дисконтировать в возможную поддержку для рубля. Сейчас пока это преждевременно. А если преждевременно, значит у нас большинство факторов позволяют делать ставку на продажу рубля. И несмотря на то, что наши цели весьма-таки агрессивные, амбициозные 58-59, я думаю, что туда рубль пока и будет двигаться. Теперь идем дальше. Евро-доллар, откройте графики. Вчерашняя торговая сессия восстановительная для главного валютного риска. Если посмотрите движение слова до хая, там почти 210 пунктов. Ну, в общем, больше 200 пунктов. Две фигуры. Это очень много, особенно, что у нас в этот день не было значимых макроэкономических данных. Вроде бы как и не было серьезных комментариев по самому важному и насущному сейчас вопросу. Это Греция. Но определенные комментарии все-таки были. Поэтому я хочу представить их вашему вниманию. В целом, поддержку главному валютному риску вчера оказали комментарии представителей Европейского центрального банка на ВОТНЫ. Он коснулся текущей ситуации с инфляцией, отметив, что последние показатели роста инфляционного давления могут стать тенденцией. А значит, Еврозона, с учетом уже запуска программы количественного смягчения, которая стартанула в марте 2015 года, уже оказывает поддержку соответствующую экономике. Если текущие показатели по инфляции явно это подтверждают, осталось увидеть еще соответствующее расширение темпов экономического роста. В частности, у нас в ближайшее время будет возможность проанализировать и эти данные тоже. Что касается в целом ожиданий по экономике, на ВОТНЫ отметил, что рассматривает перспективы в весьма оптимистичном ключе. И поскольку программа количественного смягчения в текущем объеме 60 миллиардов евро в месяц оказывает эту самую поддержку, стала причиной восстановительных тенденций, может быть, даже сейчас не стоит обрисовывать перспективы для расширения этой программы. Соответственно, если в целом взглянуть на комментарии на ВОТНЫ, это комментарии и речь, которая была полностью слизана с заявлением руководителя ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе. Практически те же самые формулировки. И на прошлой неделе мы не услышали мягких заявлений со стороны Драги, и это стало причиной роста главного валютного риска. То же самое произошло и вчера. Что касается Греции, есть ли здесь интересные сообщения? Ну, я думаю, что в каком-то формате есть, но они еще не совсем определяющие, поскольку конкретики как таковой нет. Вопрос не разрешен, греческий кризис подвешен, остается снова мощным фактором разгрузки для и фондового рынка, и в перспективе для европейской валюты. Вчера Греция сообщила о том, что, даже не сообщила о том, можно сказать, что договорилась с тройкой корректоров объединить все будущие платежи по совокупному обязательству в один и отсрочить до конца этого месяца. Это была попытка, которая вымечалась успехом выиграть время. Действительно, Греция выиграла время, но без соглашения, опять же, они не смогут получить те объемы ликвидности, которые будут необходимы для того, чтобы исполнить долговое обязательство. А долговое обязательство выше полутора миллиардов евро. Очень много. Что касается предложений со стороны Греции, вы помните, что греческое правительство отвергло обновленный план поддержки для Греции со стороны тройки корректоров Европейской комиссии и Международной. Но собственных предложений так и не продемонстрировала. И вчерашний комментарий Меркель о том, что она глубоко разочарована позицией греческого правительства, которое до сих пор не демонстрирует самостоятельных шагов для разрешения этого конфликта. Мы, в принципе, нечто подобное слышали еще по итогам прошлой недели. В целом, это позволяет нам сфокусироваться на такой негативной позиции еврочиновников, которые действительно не понимают, почему же Греция себя так безответственно ведет. Тогда, когда тройка корректоров уже дважды, по сути, прогиналась. Хотя это такое дерзкое слово, мы не знаем условия последней программы, но я думаю, что они были более приемлемы для Греции, чем первая программа. И все равно Грецию они не устроили. В любом случае, ждем сейчас предложений именно от Греции. Их до сих пор нет. Завтра стартует саммит ЕС. И помните, я вам рассказывал, что в идеале бы, чтобы к саммиту у Европейской комиссии был уже рабочий материал для того, чтобы обсуждать его в ходе такой серьезной встречи. Пока этого материала нет, документа нет, а значит, согласовывать практически нечего. Значит, у нас Греция уходит, наверное, на конец этой недели в плане подвешенности ситуации. И Греция будет и дальше провоцировать повышенную турбулентность на финансовых рынках. Что касается еще фактора поддержки, я вчера делал замечание касательно того, что если немецкий рынок долга, а именно немецкие десятилетки, снова предпримут попытку достигнуть многомесячных максимумов, то это непременно окажет поддержку главному валютному риску. Вчера мы видели, как немецкие десятилетние бундесы снова уперлись практически в 1% по доходности, потом также произошла небольшая коррекция, но в целом евро уже с лихвой отыграло это восходящее движение. И поскольку доходности немецких бумаг снова росли опережающими темпами доходности американского долгового рынка, доллар также пользовался меньшим спросом, нежели рисковый актив, поэтому по итогам вчерашней торговой сессии мы видели, как USD иена просела и практически нивелировала, потеряла весь тот задел, который этой паре удалось набрать за торговую сессию пятницы, когда в США вышли хорошие данные по состоянию рынка труда. Что касается дополнительных факторов, я думаю, что здесь, описывая перспективы пары доллар-японской иены, стоит отметить еще обновленные прогнозы Банка Японии, точнее обновленные прогнозы Японии по темпам экономического роста, они были пересмотрены в лучшую сторону, а значит для монетарных властей это в принципе такой позиционный фактор для того, чтобы отложить возможное решение по расширению программы количественного смягчения. Думаю, что чтобы окончательно убедиться в этом, нам нужно увидеть тенденцию, для того, чтобы увидеть тенденцию, нам нужно подождать еще и следующих данных. Поэтому сейчас просто держим это в голове, имеем в виду, что с расширением программы и более агрессивным выкупом активов со стороны Банка Японии могут быть задержки, значит для пары доллар-японской иены дальше будут определяющими именно статистические данные именно американского происхождения. И на фоне их уже можно будет в случае хороших, конечно же, релизов делать ставку на продолжение роста. Главный отчет для экономики США на этой неделе – роничные продажи, они будут опубликованы в четверг. До этих пор, глядя на коррекцию пары доллар-японская иена, я предлагаю вам сделать ставку на локальное незначительное снижение. Актуальные котировки USD-иена, кто подскажет? 124.42. Я думаю, что до публикации роничных продаж пара сможет вполне скорректироваться до уровня 124. Но опять же, присоединяясь к комментариям JP Morgan, которые продолжают делать ставку на рост американской валюты, я предлагаю вам еще вчерашний комментарий о том, что USD-иену стоит поднимать, скупать именно на просадке. Поэтому можно прокатиться вслед за таким рыночным шортом до уровня 124, а потом уже дождемся рыночных продаж. И я думаю, что этот отчет также не разочарует трейдеров и инвесторов. Потом снова будем ставить цели в районе 125. Что касается евро-доллара, то здесь, если основа долговой рынок немецкого происхождения будет способствовать повышенному интересу к рисковым инструментам, да, евро тоже продолжит восходящее движение и сможет даже достигнуть уровня 1.14. Но в качестве такой фундаментальной бомбы у нас по-прежнему остается Греция, которая в любой момент может развернуть локальный тренд и отправить евро-доллара глубоко вниз. Я думаю, что в качестве промежуточных целей, я это уже говорил в случае негативного сценария, можно будет увидеть вполне коррекцию больше, чем на 300-400 пунктов. Поэтому для длинных позиций, конечно же, Греция и негатив может оказаться серьезным рисковым аргументом. И еще раз хочу отметить тот факт, что если все-таки есть те трейдеры, которые продолжают сейчас активно делать ставку на покупку евро-доллара, эти сделки, они сопряжены с серьезным фундаментальным риском. И снова повторяюсь, подумайте миллион раз, прежде чем продолжать покупать евро, особенно на фоне неразрешенного греческого вопроса. Ясно? Вопросы есть, ребят? Тогда большое спасибо за внимание, ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.